Олег Рой. Имитатор 5. Второй сезон. Серия 1. Наследники. Кладбище надежд. Любые совпадения с реальными именами и событиями следует считать абсолютно случайными. Автор. Пролог. Вы когда-нибудь задумывались, в чем секрет популярности? Что ее вызывает? Вопрос был глупее некуда. С какой стати задумываться о подобной ерунде? Журналисты — идиоты. Даже те, кто никак, никак не может оказаться идиотом. Это профессия такая — быть идиотом. И лишь иногда — полезным идиотом. Потому что без этих словоблудов не обойтись. Никак не обойтись. Хорошее слово — идиот. Емкое. Иди-от. На вопрос о причинах популярности. Тьфу, пакость какая. Откуда он вылез? Вызывает. Надо же. Как будто популярность — это дьявол. А он тут сидит и рисует пентаграммы. И слово-то какое скользкое. Популярность. Поп-да-ля-ля-ля. Два прихлопа, три притопа. Но ведь совершенно не обязательно отвечать напрямую. Ты усмехнулся и заговорил. Мерно, как капают капли в гигантских, выше самого высокого собора, в водяных часах. И не водяных вовсе. Верхняя колба переливается металлическим блеском, потому что в ней не вода, ртуть. Да, точно. Слова должны падать гигантскими ртутными каплями. Он выглядит обычным человеком. Лишь те, у кого довольно отваги и зоркости, чтобы взглянуть на пространство за ним, видят оставленные им следы. Устрашающе глубокие. Словно сама земля подается, проседает. Плавится под невыносимой его тяжестью. Беда в том, что сам он не может, не умеет обернуться. Не чувствует собственной тяжести. Не видит этих следов. Не ощущает поднимающегося от них запаха. Непристойно отвратительного, но столь же и притягательного. По лицу напротив пробежали тени. Искажая, заставляя щуриться, морщиться, гримасничать. Что? Страшно? То-то же. Ведь это и есть ответ. Это только глупые девки колют себе ботокс. Или что они там колют? Чтобы приблизиться к этой... Как ее? Красоте. Красоте. Дуры. Думают. Хотя думать там нечем. Долбят попугайски, что на красоту, как на огонек свечи, летят, летят, летят мотыльки. Идиотки. Притягивает не красота. Притягивает мрак. Тот, что таится в глубине змеиного зрачка. И безмозглые макаки, повинуясь этому мраку, делают шаг, другой, третий. Все ближе, ближе. И взгляда не отвести. Хорошо ли вам видно, бандерологии? Следующего вопроса ждать пришлось долго. Наконец, губы, прячущиеся в бликах света и тьмы, шевельнулись. Образы, которые вы создаете, как вы добиваетесь, чтобы они были настоящими? Как это у вас получается? Это было уже не настолько глупо. Можно и, как полагается, ответить. Потому что надо не создавать, а жить в них. Это полное перевоплощение? Или вы смотрите со стороны? Нет, он точно идиот. Перевоплощение. Пришла фея крестная, махнула палочкой, и тыква превратилась в карету. Ты чувствуешь, что бесполезно, что словами ни до чего, ни до кого не достучаться. И все-таки говоришь, едва сдерживая закипающее раздражение. Должна быть живая кровь. Живая, горячая, а не какая-то розовая пластмассовая жижа. Собственный голос звучит почему-то зыбко, неуверенно, чуть ли не испуганно. И штампы эти пошлые. Горячая кровь. Розовая жижа. Тьфу! От окна тянет сквозняком, и пламя свечей едва заметно колеблется. Блики пробегают по лицу журналиста, и кажется, что тот ухмыляется. Точно? Ухмыляется. Да как он смеет! Кто он? Щелкопер. Стракогон. Никто. Отличное слово в интернетах придумали. Журна шлюшка. Ему бы глядеть снизу вверх, робея, трепеща. Позволили приблизиться к тому, кому суждена... Вечность. Но ухмылка, насмешливая, почти пренебрежительная, неоспорима. Размахнувшись, ты бьешь прямо в ненавистное ухмыляющееся лицо. Удар за ударом, удар за ударом, слыша только слабый хруст. Плевать на боль, что пронзает пальцы, на кровь, выступающую из сбитых костяшек. Главное — стереть эту отвратительную ухмылку. Наконец ты останавливаешься и улыбаешься, глядя на лицо на полу. В пятнах крови. Изломанные, искореженные, изорванные. Вот так. Это искореженное, изорванное лицо, и боль в разбитых костяшках, и горячий, пульсирующий в горле восторг — вот оно, настоящим. Если бы можно было не просто запомнить, сохранить этот жар, этот восторг, эту силу, взывать к ней и, пропустив через себя, выплескивать. Чтобы все разинули рты. Хорошо ли вам слышно, бандерологи? Возбуждение схлынуло, как горный поток после ливня. Только что ярился, бурлил, казался смертельно опасным. И вот уже нет его. Пустое ущелье щерится разочарованными, едва влажными клыками скал, между которыми застрял неопрятный мусор, канувшего в никуда пикника. Пустота. Все эти репетиции бесполезны. Нельзя поднять самого себя за волосы. Нет. Вот если бы это лицо было живым... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова